друзья всем привет собрали груши мы потому что гниют падают гниют и мы решили их собрать хорошие переберем уберем в подвал а из плохих обрежем посушим начинает унаби коричневый бачок это значит начинает поспевать унаби нынче опять много соберу их и заморожу пасмурно сегодня пасмурно что я с утра сделала полила огурчики эти мокренькие стоят кормила конечно же всю птицу и убрала вот с этой стороны огурцы поразила тля прямо напрочь все убрала надо будет здесь перекапывать помидоры у меня еще кое-где вот есть эти зеленые и вот немножечко красных нет нет да на салате к нам еще они пригождаются вот цветет перец по новой здесь вот и острые и красные сладкие всякие мочалки все завязываются все и нравится такая погода видите сколько их вот вот ну вырастут они успеют нет не знаю удобрила и вчера не полола ничего никогда не полоть немножко здесь огурчики вот идут как бы уже даже начали видите завязываться маленькие огурчики уже парочка будет так на салатик но и эти конечно же еще висят а так основную массу я уже убрала высадила батон весь на улицу сюда вот пучками его посадила прирастет вот может быть также как и там там же прирос у меня батон и кабачки у меня пошли все таки нет нет помаленечку они пошли два-три кабачка где-то все равно завязан завязались вот видите вот кабачулечка я с ними борюсь уже весь август и сентябрь только только начали видите только я их тоже удобрила лук у меня понарос хорошо сегодня индюкам нарезала целую тарелку лука крайне ободрала которые тут у меня уже почти лежали эти еще стоят и вот этот вот батон у меня прирос я надеюсь на следующий год он будет вот этот первый то он побольше я вам уже показывала этот мелконький но все равно он встал видите я думал не встанет нет он все равно встал я досадила все-таки в общем что получится на следующий год увидим я думаю должна у меня здесь вот такая вот зеленая стена быть потому что индюков то берем все равно а им малыша обязательно нужно и лук вот этот давать а где его брать конечно же свой лук это замечательно но я вам показала что взошла фацелия и горчица взошла в общем все потихоньку сходит клубничка у меня приросла видите начала зелененькие листики стоит вся зеленая несколько кустиков почернела например вот этот вот ну не знаю возможно от корня он еще пойдет на листик почернел это мелочи у меня еще есть клубника конечно клубники вот этой вот гора эверест и вообще очень много усов так я ничего и не делала не могу придумать куда усы девать поэтому оставил их пока в земле высаживать много я не буду эту гряду конечно нужно все как говорится разработать убрать усы хотелось бы конечно продать немножко усов пересылка будет дороже чем сами усы так что я пока думаю что сделать что сделать тот лучок который я насаживала красный видите вот он вроде бы тоже растет потихоньку растет я его прорыхлила здравствуйте что такое дымочка ты стесняешься что ты мяукаешь а вот так мой цветник выглядит петуния вот прошлогодняя дубки расцветают такие красивые вот эти вот голубенькие тоже я думаю я думаю как то мне надо же все таки вот эти стаканчики то открыть и посмотреть наверное их же надо сейчас высаживать не на весну же их оставлять чтобы они приросли успели розочка цветет это тоже цветет помаленьку эльф стала вербена цвести очень густо ей видать тоже понравилось что похолодало ну как бы 20-25 это видать для нее нормально вот вербена какая красенькая такая вот бодовенькая красоточка мультифлоры еще не цветут но набирает вон петуньки видите самосевом эти самосевом и я обрезала прям ножницами этими секаторами обрезала вот эту гвоздику и смотрите она снова начала цвести вся розовенькая гадзанья цветет еще ей тоже нравится белая красная гвоздика вот она видите вся пахнет так вкусно гвоздика что ли не знаю гвоздика или это гортензия цветет и вот она еще набирает там набирает там петуньки самосевом вот это вот вот это все это самосевом С прошлого года они у меня все зашли тут, что насыпались. Все лето я их выдирала. Вот они тоже будут, наверное. Если морозов не будет, они обязательно зацветут. Это все самосевом. Здесь тоже георгинка все еще цветет. Она будет до морозов цвести. Хорошенькая такая, нежная. Ложечка пошла в рост. Дала даже красенький прирост. Кибиску цветет. Здесь вот тоже самосевом прилетела семечка сюда. И поселилась в горшок. Все лето мне ничего тут не могло прирасти. А видите, питунечки нравятся. Значит, надо сюда питуньи сажать. Целузия вот с клопами сидит. Тоже разрослась капитально. Здесь тоже питунька повторная. Здесь питунечка повторная. Все цветет повторно. Так. Эта роза тоже дала. Он новых сколько набирает. Нету здесь плей? Нету. Набирает тоже. Вот отсвела она. По новой бутону дала. Так что вот так, друзья. Лето продолжается. Видите? Это японская керия. Она тоже все лето нет-нет. Выдает свои цветочки. А здесь гусеница поела. Я посмотрела, кто ест розу. Вначале я не видела. Не видела со своих слепых глаз. А потом все-таки на той стороне на розе я увидела, что зеленые гусенички ползают. И кушает их. Несу сегодня вместо травы им. Привет. Хулиганье. Малышей так и загнали на окна. Видите? Ну-ка. Дайте я пройду. Дайте я пройду. Так, ты что ли их тут обижаешь? Ну-ка. Нельзя обижать. Давайте кушайте виноград. Кушайте. Ешьте виноград. Потому что этот виноград никто не будет кушать. Он малыши кушают. Видите, как они их догнали, да? Им два месяца. А все-таки у них, ну, курочка взяла виноградинку и туда. Подозревает кушать. Вот, что мои петушочки. Все пойдете на супчик. Ешьте. Вырастайте, а потом пойдете на супчик. Понятно? Да-да, мне сколько петухов не надо было. Сколько вы тут наросли. Завтра переведу сюда малышей. Закрою. Здесь будет тепло. Пока малыши вырастут, уже в октябре они уже. Малыши уже в октябре все, вырастут. Броллеры. И все. Их уберем, а эти на зиму сюда пойдут. Петушки начали прямо вырисовываться. Прям все, уже видно. Видите, вот они. Вот петушок. Вон петушок стоит. Вон петушок стоит. Ну-ка, не драться. Не бежай его. Обижают все-таки вот эти вот бандиты. Коинка, это тоже петушок или нет? Или курочка? Мне надо посмотреть, кто курочка, кто петушок. У кого я буду оставлять на расход. Больших мне не надо, чтобы они курочек сильно не давили. Да? Ты маленькая моя курочка. Ты-то точно курочка. Малышка. Иди кушай, иди, не бойся. Иди, иди кушай. Давай я тебе дам виноградинку. Вот, уронила. Ой, уронила. Она вот сюда. А ты куда полез? Иди вон ей с виноград. Не лезь к ней. Не лезь к ней, пусть она сидит. Она и так тебя боится. Что-то сильно они не едят. Я их накормила с утра так. Они что, за место травы на целый день сам а то. Да? Да? Видите, подклевывает. Подклевывает. Вот этот вот подклевывает. Говнет. И почему их клюешь? Исторожно. Идите отсюда, давай. Быстро. Быстро. Дайте им поесть спокойно. Хулиганье. Что ты бабочек на их клюешь? Это, видишь, всего лишь тапочки. А ты клюешь. Те вот втроем так и держатся. Но все равно я их не буду убирать. Они привыкнут. Они привыкнут. Они привыкнут. Ну, эти, потому что никуда не улетали. Фаинка. А, Фаинка. Ешь виноград. Смотрите на нее. Петух или курочка. Потому что на Лариске уже сказали, что петух. Эти вообще бородатые, как гергебельские. Смей свидать. Был петушок там. Моя маленькая. Ну-ка. Не обижайте ее. Взяла такая. Ой, уронила, малыш. Уронила виноградинка. На, моя. На. На. А ты что меня-то клюешь? Клювательный. Кушать хотят, а боятся спуститься. А ты сейчас уронишь. Ну, вот уронил. Держите хоть лапками. Ладно, везу. Надеюсь, не будут они больше лежать. Все на моей тапочке. Все на моей тапочке. Думают, что это бабочки. Это не бабочки, не клюйте. Апинка. 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 Вот это вот спокойная корочка. Такая черненькая домашняя. Вот этот с их породы. С их отряда. Пять штучек, которые были. Ветер поднялся. Так, ладно, ушла. Все, друзья. Всем пока. Кушайте. Не обижайте малышей. Что с вами делать, мои старушки? Клюшки. Старые клюшки. Петуха обклюнула в жопу. Заигрывает, видать. Чудра. Господи. Смотрите, собрали мы яблоки. Те, что у нас вот были. Всего лишь одна яблони была с яблоками. И те были все в точку. То есть она больная. Буду обрызгивать нынче деревья все обязательно. От заболеваний два раза. Ну, один раз я уже черешню обрызгала. Сейчас пока дождики, пока непогода, ветер. Обрызгивать нельзя. Как только наладится погода, снова буду обрызгивать. Эти сейчас порежем на сушку. На компот пойдут эти яблоки. Конечно, это не все. То, что мы там ведра два собрали, паданки. Это мы всю индюкам порезали. А вот эти просто сорвали с дерева. Так что вот такой урожай у нас. Кто говорит, куда вам столько? Оно же то болеет, то не урожай, то отдыхает дерево, то еще что-нибудь. Единственное, чего много, это нынче груши опять много. Груши мы тоже сушим. Сейчас будем делать нарезку груш. Собрали целую тачку. И еще с прошлого дерева два ведра стоят недорезанных. Друзья, помните, я вам показывала Эустому. Покупала на Уотитровской на рынке. Смотрите, оно у меня начинает зацветать. Светленькая такая. Осталось три штуки. К сожалению, Мика уронила горшок. Один у меня прыгнул на подоконник. Уронила горшок с цветком. Тот, который был прищипнутый. И он так упал, что он сломался и больше он не прирос. Горшок разломился на две части. Жалко очень, конечно. Но три цветочка здесь вот у меня живые. Один даже, вот видите, уже бутончик набрал. Когда расцветет, я вам его покажу. Вот здесь вторую он выпустил. Здесь одинарный, этот послабее. Но этот тоже одинарный. Вот тут как-то вбок пошел и тут пошел вбок. Удобряла их там какой-то гумат для комнатных цветов. Покупала. Как только расцветет, я вам их сфотографирую. Вы не поверите, поставили груши, сушица и яблоки. Целый таз груш и почти что тазик небольшой яблок. И все вошли сюда в дегидратор. Обалдеть! Нарезали тоненько, чтобы в этот раз все 10 полочек зашли. Когда груши режут на 4, то входит всего где-то 7 полочек. А когда тоненько режешь, вот по сантиметру примерно, тогда они все входят. В общем, запустила сушку снова. Вот так вот. Продолжение следует...